Всем добрый день! Сегодня у нас 7 декабря, четверг. Я на больничном, продолжаю лечиться. Так, завтра восьмое. Восьмое. Варю рис. Рис запустила. Так, сейчас надо мусор выкинуть. Целый пакет набрался. Хотела выбросить, но пока это... Не рискнула выходить. У нас там лифты меняют. В общем, этот новый лифт устанавливают. Но так как у нас последний этаж, поэтому они тусуются практически весь день на нашем этаже. Ну, там, на лестнице, на чердаке, на лестнице с этим лифтом. Ну, хотела вынести мусор. Думаю, там, наверное, мужики опять эти копаются. А сейчас я голову помыла с мокрой головой. Тем более, выходить в коридор не стоит. Тем более, там холодно. Так. Сегодня собрала всю свою силу воли в кулак. Наконец-то убралась в квартире. Помыла пол. Сколько же было шерсти кошачьей по всей квартире. Это просто ужас. Убралась. Всё чисто. Пыль протёрла. Наверное, часа полтора убиралась. Может, даже два. Где-то пол первого начала, пол третьего закончила. Сейчас почти четыре. Так. Сейчас мне надо ещё, надо вот эту скатерть нафиг отсюда выкинуть. Стирку. Она так быстро пачкается, потому что она не клеёнка. Она тряпка с клеёнкой. И вот постоянно грязь с неё не вытрешь. То есть, если испачкала, то всё. Вот такие пятна остаются. Жуть какая скатерть. Я её сниму сейчас в стирку. И вот думаю, что постелить вместо неё. Клеёнки у меня нет. Надо будет просто клеёнку сюда купить. Какая тут нафиг скатерть? Когда тут целый день вошкаешься на кухне. Тут вот снизу есть клеёнка, но она... Фу, старая страшная. Нет, это не то. Новую надо купить. Вот что я сейчас сюда постелю? Эту в стирку закину. Постелю. У меня только белая есть. А белая она такая же, как тряпка. Даже ещё хуже. Просто тряпка. Она будет пачкаться. Но постирать надо. Она сохнет быстро. В принципе, её можно постирать и прям мокрую сюда повесить. Из машинки достану, да повешу. Столи высохнет. Все журналы вот отсюда выкинула. Всё выкинула. Лекарства за ещё два дня мне пить. Ну, это вот от кашля. Антибиотик там, в другой комнате. Все журналы вот эти всё выкинула. Не хочу никакого мусора тут. Кстати, я же сейчас хотела гирлянду повесить. Короче, скатерть стирку. Мне надо гирлянду найти. Она у меня вот здесь. В пакете, по-моему. Если я ничего не путаю, надо посмотреть. Неужели я её убрала? Нет. Короче, вот гирлянда. Всё-таки декабрь уже. Завтра уже восьмое. Становлюсь настоящим блогером. Уже узлы зубами развязываю. Потому что одной рукой неудобно. Чего только не научишься, когда в одной руке телефон. Что-то пакет можно было потом убрать. Ой, всё. Что-то у меня в этом пакете. Что-ли. Так, краски у меня три пачки осталось. Одна каштановая и два кофейных. Кстати, волосы тоже покрасила сейчас. Краску нанесла. Подержала, 40 минут смыла. Там ничего сложного-то нет красить. А то, смотрю, вся седая. Уже не только виски. Уже и макушка вся седая лезет. Посидеть, что ли. Сейчас я повешу гирлянду и скатерть-стирку. Постельное бельё я, наверное, завтра поменяю. Или сейчас поменяю. А, я ещё не погладила. Я же недавно меняла. Не помню, какого числа. Так быстро время летит. Я меняла, когда... Перед тем, как выйти на работу, я меняла. Я меняла, по-моему, 29-го. Я делала уборку. Потому что 30-го на работу вышло. И вот 29-го я поменяла постельное бельё. Сделала уборку. А сегодня 7-е. Вот завтра 8-е. В субботу 9-е. 9-го будет 10 дней. В общем, постельное бельё. Надо сначала погладить то, которое постирала, лежит неглаженное. Завтра поглажу. Поменяю бельё. Старое. То в стирку. Или завтра, или в субботу. Ну, в общем, я стараюсь придерживаться. Вот менять 1-го, числа 11-го и 21-го. А там, может, 31-го, 1-го получается. Так, подолгу вот надо будет поменять ещё 30-го. Либо менять 1-го... Либо менять 10-го, 20-го, 30-го. 10-го, 20-го, 30-го. Так будет понятней. Вот. Кстати, пугают сильными морозами. А там всего-то минус 8,5. 4 часа без пяти. Уже темнеет. И не так уж холодно. Всего 8 градусов было днём. Пугают морозами какими-то. Говорили, будет минус 15, минус 17. Сейчас в интернете смотрю. Уже нету там таких морозов. Ну, может, 13-15 будет ночью. А днём потеплее чуть-чуть. Короче, морозы, да, у нас не дошли. Где-то там в Тверской области остались. Горло всё-таки болит. Сегодня утром опять кашляла. Проснулась от жуткого кашля. Да какой там? Мы только легли спать. Я только уснула. Через полчаса приступ начался. Проснулась от жуткого кашля. Причём такой кашель... Приступами он не постоянно... Ну, может, ты можешь весь день не кашлять. А потом приступ начинается. Ночью ты начинаешь... Начинается такой кашель, что просто не можешь откашляться и вздыхаться просто начинаешь. Мне вот этот вот кашель, он не проходит. Так, сейчас время четыре. Мне в четыре таблетку пить очередную. А мне пить ещё по восьмое число. Вот сегодня... Какое? Стоит, да? Господи. Я уже запуталась. Или седьмое сегодня? Блин. По-моему, седьмое. Неважно. Ладно. В общем, мне по пятницу, по восьмое пить таблетки. А по-моему, завтра. Я совсем уже не дружу с календарём-то. Двигаю, потому что вперёд на день. Так, точно. Сегодня четверг. Вчера же я ходила к врачу. Значит, мне ещё пить сегодня. И завтра. Завтра последний день пью лекарства. Это хорошо. Но кашель-то нифига не проходит. Ходила к врачу. Она сказала, бульончик. Я говорю, есть ничего, не могу. Ничего не лезет. Бульончик. Пейте бульончик. Какой бульончик? У меня пост. У меня мяса в доме нет. Я могу только вот рыбу сварить. Рыбный сок. Оху могу сварить. Кстати. Рыбу-то мы доели. Надо достать из морозилки. То, что там осталось. Завтра буду готовить. Сегодня уже не буду нафиг. Доедим то, что есть. Я вчера жарила вот эти два хвоста, блин. Три там было хвоста. Так. Кусочек сала есть. Вот сегодня, если что, сало в кашу прийди. Врач сказала, сало надо есть. Особенно, когда вошли. О, огромная рыбина. Кита. Ой, ебаная мать. До столи места нет. Всё. Пустая морозилка. У меня ничего там нет. Кроме кусочка сала. Надо продуктами затариваться. Всё кончается. Туалетная бумага последняя рулон, блин, повесила вчера. В магазин сейчас редко ходим. Болеем все. Не только я болею. Мы все болеем. Дружной семьёй. Так. Кита. Фу. У меня чё-то в ките какое-то предубеждение. Камчатское. Куряш мне её сейчас положить-то. В этой же с ней морозилке. И сегодня делать ничего не буду. Я её положу сюда вот в холодильник. А завтра придумаю, чё с ней делать. Так. Полку сейчас для неё освожу. Тебя, куда чё ставить-то. Не понятно. И хлебушек последний. Так что в магазин кому-то сходить придётся. Кто из нас... Скорее пациент жив, чем мёртв. Я чё-то как-то... Сегодня у меня сил чуть-чуть побольше. Вчера вообще не было. Сегодня я хотя бы уборку... Уборку меня хватило. Потихоньку продукты кончаются, конечно. Ничего не осталось. Ну, так, кое-что есть. Помидоры, огурцы, яблоки. Рыба, сыр, сметану. Творок есть. Сейчас творок ела. Ой, ладно. Правильно люди пишут. Можно в крайнем случае доставку продуктов заказать. Не обязательно же самим ходить. Можно это и сходить. Но я пока никуда не хожу, не выхожу. Вчера сходила в поликлинику. На этом всё. Хорошо, что ещё было не сильно холодно. На первом попавшемся автобусе платном туда. И на платном обратно. Чтобы... Не будешь я там мёрзнуть стоять. Какой первый подошёл, на том поехала. Так, всё. Какие у меня на сегодня дела? Рис у меня варится. Кашка есть. Рис. Короче, можно с салом поесть. Капуста там, кстати, есть. Это... Как она, блин... Квашеная. Чё-то у меня это слово с головы вылетает. Деменция, что ли, начинается. Вот. Ну, там ещё рыбу не доели. Три кусочка, по-моему, осталось. Можно рыбу доесть, сало есть. Я вообще рисую кашу с молоком могу поесть. Просто с маслом, с молоком. Кстати, мне врач сказала, что у меня 30 килограмм лишнего веса. Напомнила мне. Вот любят они напоминать. Я говорю, да, говорю, многовато. Ладно, какие там 30? 30 это для молодых. На возраст плюс 10 даётся. Вот. Поэтому 20. Как минимум. Ну, 20 надо скидывать. Сейчас пока 88. Вот сейчас болею, похудела. Куда мы там ездили? В Абхазию ездили. Я там плавала много, похудела на 5 килограмм. Потом килограмма 2 или 3 вернулась. 2, по-моему. А сейчас вот ещё на 4 похудела. То есть на 7 в общей сложности. А вот если бы я тогда не поправилась, если бы не вернулись 2 килограмма, то я приехала... Когда поехали в Абхазию, я, по-моему, 95 весила. Приехала уже было 90. Сейчас 88. Так. А я похудела сейчас ещё на 4. То есть, если бы те килограммы не вернулись, если бы я следила за весом, то сейчас вот минус 9 было бы. Был бы 81 уже. Как 81? Не 81, а 86. 95 же было, минус 9. Да, 96 бы сейчас было. Ой, 86. А ведь когда-то я весила 85 килограмм. И 90 мне казалось кошмаром. Это 85, это мой средний вес. Я раньше всегда... Ну, 85 в основном весила в последние годы. Потом что-то набрала до 95, и вот уже второй раз или третий к этим 95 возвращаюсь. Вот похудею на 5, даже на 10, и потом бац, вес опять вернулся. Один раз вообще удалось до 75 похудеть. Ну, 76 там было, ладно. Вот. Но они вернулись, блин, эти все килограммы. Чуть расслабишься, всё. То есть, надо не соблюдать диету, а правильно питаться пожизненно. Вот. Поэтому вот эти все диеты, они нафиг не помогают. Надо просто переходить на правильное питание, и всю жизнь его придерживаться. А если вот это то диета, то сорвалась, то обожралась, это будет вес гулять, как у меня, плюс-минус 10 килограмм, а то и 20. Ну, вот у меня был средний вес 85. Ну, вот и это. То 95, то 85, то 95, то 85. Один раз вообще аж до 75 похудела. Ну, 20 раз подряд наложились, каждые полгода. Вот. Сначала, помню, работу поменяла, когда ушла из одной поликлиники в другую. Чего-то расстиховалась на новом месте. Там надо, значит, всё по-новому. Движуха, стресс. Похудела на 10 килограмм сразу. А потом через год заболела онкологией. Ещё минус 10. Вот. И было 75. Вообще было классно. Ну, вот они. Остается только вспоминать. Всё вернулось, как говорится. На круге своя. Так, ладно, ребятки. Мне сейчас надо скатерть, стирку снять и гирлянду повесить. Только что мне на стол постелить пока? Пойду сейчас гляну. Может, ту белую постелить. Но мне её тоже жалко, её потом тоже стирать. Куплю клеёнку нафиг. На кухне всё-таки никаких скатертей не надо на кухне. Нафиг. Их вообще надо выкинуть. Или её использовать, как вот, не знаю, куда её использовать. Это когда на праздник стелить. Когда вот гости пришли, как-то клеёнку неудобно. Особенно, когда стол, если переносишь в другую комнату, гости там пришли, можно постелить. И то ни к чему эти скатерти, они все, кто-нибудь что-нибудь прольёт, и всё, нафиг скатерть на выброс. Не отстирается. Так к нам давно уж никто не ходит. Посмотрим. Надо как-то всё-таки общаться. У меня тут, в принципе, только двоюродная сестра осталась в Москве. С дочкой, вот, и брат двоюродный, её брат. Ну уж к нему-то я в гости не попрос, но вот если поехать в гости к сестре, то может и он там оказаться. Они как-то праздники вместе отмечают. Раньше вообще они там на Новый год на даче отмечали с матерью. Сейчас матери нет, мать у них умерла вот от ковида пару лет назад. Это три года уже, нет, два было в августе. Третий год. Вот. Раньше они Новый год на даче всегда отмечали. А сейчас навряд ли они будут на даче отмечать. Там же холодно, печку топить надо. Вот. Скорее всего, дома будут отмечать. Может, на Новый год к ним в гости съездим как-нибудь. А то одичали вообще не... У меня тут родни-то вот сестра двоюродная с братом. Ну, это как они родственники, родные. То есть, как бы семья вот у них. И племяшка там двоюродная. И еще тут вот племянница с мужем. Ну, мы почти не едемся, не общаемся. Как-то. Но два родственника уже меньше в Москве стало. Такова наша жизнь. И что будет дальше, тоже неизвестно. Мы не молодеем, мы стареем. Все уже такие возрастные. К 60-ти. Кому-то уже из-за 60-ти. Двоюродная сестра на 2 года младшая. Двоюродный брат, по-моему, 72-го. Так. А на сколько лет он меня младше-то? Если 72-го, так. Если бы 74-го, было бы на 10. На 8 лет, что ли? Получается, на 8 младше. Страна 2 года. Ну, про племяшку уж молчу. Так. Да, родней в Москве не так много. Вот нас четверо. И все уже за 50, так скажем, всем. Возраст тоже уже не шуточный. Еще лет 5-10-15. Тоже помирать начнем все по очереди. Пожить, конечно, хотелось бы. Но, кто знает. Человек предполагает, а Бог располагает, как говорится. Вот четверо родственников и все возрастные уже. Под 60. Всем. Кому-то уже из-за. А так, вот, кроме возрастных, вот племянница, сколько ей в марте-то будет? 16 лет или 17? С 7-го года она будет 17 марта. Племянница. Ну, это есть... Я даже не знаю, кто она мне. Двоюрная племянница. Да, остальные родственники Башкирии у меня все почти. Дальних я не считаю. А всякие там двоюрные. Вот стра родная с двумя племяшками Башкирии. Сестра двоюрная. Еще там сестра двоюрная с двумя детьми. Третья старшая там взрослая в Питере. А еще двоюрная сестра в Питере у меня есть с двумя детьми. Ну, родственники есть, но так. Видимся иногда, когда вот кто в проездном в Москве бывает, вот так. Наташка, он из Питера иногда в Москву приезжает, заглядывает к нам иногда, и то не всегда. Вот так, как получается. Иногда. В прошлый раз заезжала кофейку по Фили, чайку с тортиком. Хорошо так. Ой, ладно, ребятки, пойду я делами заниматься. Сегодня я, конечно, чуть-чуть получше себя чувствую. Но кашель-то был ночью. Днем получше. Я сегодня, честно говоря, таблетку должна была утром 8 пить, но мы проспали до полдесятого. Поэтому таблетку я выпила полдесятого вместо восьми. Поэтому сейчас я ее буду пить вместо 4 часов 5. надо немножко сдвинуть время на час. Потому что сейчас вот я бы в 4 выпила. Там, во-первых, надо же поесть сразу, заесть чем-то. А я вот только недавно творог ела. Есть пока не хочу. Короче, часов 5 выпью таблетку, а третью уже буду пить 12 ночи или пол первого перед сном. 12. Так, рис у меня вается. Ничего больше сегодня готовить не планирую. А вот завтра, завтра, может быть, кого-то в магазин послать придется. Сама я вряд ли пойду. Я чуть боюсь из дома выходить. Еще не окрепла, болею. Вдруг похолодает еще. А завтра, может быть, еще холоднее. И пойду, я боюсь. Пока больничные не закрою, ни в какие магазины ходить не буду. Нафиг. Мне сейчас долечиться надо. Вот 11-го пойду в понедельник к врачу больничные закрывать. Я все-таки надеюсь, что к понедельнику я выздоровлю. Но уже, как говорится, пора бы уже. Так. Ну да, в понедельник будет 10 дней. В общем, все. Пора закрывать. Ну все. В пятницу допью таблетки. Там два выходных. В понедельник пойду, закрою больничный. Нафиг. Надеюсь, что как вот теперь всякой заразы полно. Я даже не знаю, как я заболела. Может, в метро. Где я этот подцепила вирус этот? Мне кажется, что это все-таки вирус какой-то. Мне кажется, в метро где-то, вот там, где много народа. Не зря, вот я смотрю, некоторые люди все-таки в метро в масках ездят. Ну и правильно делают. Потому что настолько зараз всякой. Сейчас говорят, ходит какой-то гонконгский грипп. Вот это он, наверное, был у меня. Хотя я прививку от гриппа делала. Не пойму, откуда ко мне зараза прицепилась. Прививка даже не помогла. А еще говорят, какая-то микоплазменная пневмония какая-то ходит. В общем, какой-то заразы нет. Все-таки зимой, наверное, надо в маске ездить, в транспорте. Надевать маску. Если болеть не хотите. Потому что постоянно в метро сидишь, кто-нибудь рядом сидит, или чихают, или с соплями, или кашляют. То есть лучше маски нафиг есть. Когда начинает кто-то там чихать, кашлять, я психовать. Я сама такая нервная, я психовать начинаю сразу. Если сильно кашлят, я даже пересесть могу от человека подальше. Все, кашка у меня сварилась. Так, ладно, ребятки, всем пока-пока. Долечиваемся, дальше лечимся. Вот, ребятки, повесила я гирлянду. Скатерть новогоднюю постелила. У меня уже Новый год. Такая скатерть новогодняя, беленькая. А это просто салфетка. Ее можно убрать, можно так оставить посередине. Такая круглая салфеточка. Не знаю, как ты покупала на Новый год. И зачем ты решил такую салфеточку купить с вышивкой. Ну, пусть будет. скатерть скатерть такая дешевая, даже если испорчу. Не жалко. Она дешевая, одноразовая. Там рублей за 150-200 я ее покупала, может, 300. Можно сказать, одноразовая. Пока целая. Раза два стелила на Новый год. блестит с блестками. Пусть пока будет. Ну, вот эту пока постелила, то постираю. Конечно, если на ней там кушать что-то, здесь все это испачкается очень быстро. Я все-таки на кухне куплю клеенку, а эту еще постираю, потом на праздник только постелю день 31-го, 1-го, 7-го. На три дня. Вот такая красота у меня здесь теперь все блестит. Дело идет к Новому году. Дело идет